Добрый день, друзья мои зрители, с вами доктор Константин Сегодня тема лекции в рока следующая Две болезни, но в состоянии данного меридиана может эти две болезни либо два состояния, скажем, сразу же резко помочь. Итак, давайте с вами рассмотрим гипертония и гипотония Итак, очень хорошо в восточной медицине написано следующее Что такое, откуда берется гипертония и гипотония Это следствие циркуляции крови не под тем давлением, которое задает матушка природа либо которое задает наш с вами организм. Вы знаете, в точку вот это вот выражение западной медицины, в точку. Но что западная медицина нам говорит? Ну, это артерии, это сосуды, это колебания давления это ваша предрасположенность это метеозависимость и так далее и тому подобное. И все только не то, что они сами сделали вывод, что ведь это циркуляция крови. Слово циркуляция, слово корень ци нету что в крови? Энергии то есть кровь не циркулирует а если она циркулирует, то в ней нет ци нет энергии. А мы знаем на сегодняшний день, что меридиан тронного обогревателя именно он контролирует что? Движение кровью вот представьте себе то есть практически меридиан перикарда отвечает за всю скажем так, за все сосуды вся сосудистая система человека а меридиан тронного обогревателя что? Задает тонус задает, скажем так, давление этой крови в наших с вами сосудах здесь мы забегая наперед скажем, что Восток делает тонко и помните, что меридиан тронного обогревателя с меридианом перикарда всегда что? находятся в стадии войны всегда и скажем так могу с полной ответственностью сказать что на миллион диагностируемых это может быть два-три человека в которых два этих меридиана находятся, ну не в стадии войны а так практически в 99,9,6% скажем так, процентов всегда эти два меридиана находятся в стадии войны потому вроде человек приходит вот приведу пример человек пришел в больницу сдал анализы крови прекрасные анализы а давление слабенькое а почему? а потому что тот меридиан который отвечает за движение крови и снабжение этой крови энергией природной матушкой он что? не работает сосуды вроде бы в норме а данный меридиан который отвечает за движение энергии и за снабжение энергии практически не только крови а всего нашего организма и всех наших участков тела и каждой клеточки вот представьте себе он не работает потому вот вам и ответ конечно же при консультации гипертонии гипотонии необходимо брать во внимание все нюансы и состояние меридианов вот обязательно потому что мы не знаем у кого как начинается гипертония или гипотония здесь каждый человек индивидуальный можно сказать что у каждого начинается этот кризис по-своему потому необходимо также помнить что меридиантерный обогреватель также контролирует гипоталаму сталамусь головной мозг и здесь вот нам важно знать в каком же состоянии данный меридиан дабы помочь человеку при гипертонии и гипотонии помните что у каждого человека разно протекает гипотония и гипертония потому диагностика 12 меридианов обязательно почему? потому что иногда бывают все 12 меридианов воспаленные с ними воспален тройной обогреватель и данную точку территрии нужно что? расслабить убрать энергию то же самое когда что? начинается скажем так гипотония у человека все 12 меридианов слабые и вялые в связи с чего слабые и вялые меридиантерные обогреватели данную точку нужно что? территрить активизировать потому с гипертонией с гипотонией я бы не шутила все-таки предлагаю вам пройти диагностику 12 меридианов дабы видеть ваши уязвимые места это хорошо что у каждого человека есть уязвимые места но очень плохо что мало мало кто знает о своих уязвимых местах и пачками кушают эти медикаменты которые практически помогают на каком-то первом этапе но они таки не указывают ваши уязвимые места спасибо за внимание